Здравствуйте! Вы смотрите специализированный информационный выпуск прямой эфира. И сегодня гость нашей студии, председатель татарской национально-культурной автономии Феорит Фасыхович Халиулин. Здравствуйте, уважаемые Дмитрия в Грации. Рада вас видеть в нашей студии. И событие у нас предстоящее достаточно тоже, скажем так, радостное. 25 февраля в Дмитрограде пройдет традиционный день татарской культуры. И даже меня поправите, татарского языка и культуры. Расскажите, что в программе и кому она посвящена в этот раз. Потому что вы каждый раз посвящаете какой-то дате или какому-то человеку. Спасибо. Да, у нас в этом году, 25 февраля, уже чертная, шестая праздник, День татарской культуры и языка. Мы каждый год посвящаем ее к какому-то крупной дате, к какому-то событию. В этом году у нас это событие совпало с 80-летием со дня рождения нашего великого художника, Дмитроградского художника, поэта, писателя, филантропа Гакиля Сагирова. К сожалению, он нас покинул 9 лет тому назад. Но человек трагический, в то же время с прекрасной судьбой. Более 56 лет назад он был прикован к постели. Парализованных после неудачной операции, Гакиль Сагиров, как и Владислав Титов, Научился рисовать, зажав карандаш зубами, преодолевая адские боли и страдания. Вместе с карандашом юноша освоил науку, непосильную для многих зрелых и сильных, Жить человеком, творящим. Им написаны десятки графических картин, поражающих любовью к жизни, к родной природе. Этой же страстной любовью пронизан его стихотворение. Каждая строчка в них – это гимн жизни, любви, доброте, человечности. Казалось бы, в такой ситуации человек должен быть, Ожесточиться должен, возненавидеть саму жизнь, Что она так жестоко с ним обошлась. Но мужественные люди тем и поражают нас, Что любви, любой ситуации, стараются принести окружающим людям пользу, Не опускают рук. И рядом с такими людьми жизнь наполняется иным звучанием, Заново переосмысл своей жизни, заряжающей их оптимизмом. И вот в честь этого такого прекрасного человека Мы посвящаем очередной день нашей национальной культурной автономии. У нас в этот день будет большая программа, Она начнется где-то с 14.00, ДК «Восходе», Это файе ДК «Восходе». Там будет развернута большая выставочная композиция. Ну и основой этой выставки будет, Это, конечно, произведение и картины Гакиля Сагирова. Это основная экспозиция у нас будет занимать. Дальше у нас экспозиция будет картины художников города Дмитрия Града, Будут выставлены книги наших писателей. Также будет большая выставка национального орнамента, Национальных изделий. Ну и, конечно же, будет работать буфет с национальной кухней, Национальными выпечками. Это наш гость, конечно, само собой. Еще раз напоминаю, Димитровградцы, Что начало работы выставки начнется уже в 14.00, Дня 25.00 февраля ДК «Восходе». А в 15.00, это официальная, торжественная часть, Начинается концертная программа. В этом году в концертной программе Будут принимать более 15 коллективов наших димитровградских, В том числе и есть, и наши гости на концерте будут. Вход свободный, приглашаем всех желающих обязательно, Постарайтесь прийти без опозданий, вовремя, Ну и с хорошим настроением приходить обязательно, Потому что, я думаю, вечер будет очень хорошим. Насколько активно и продуктивно Ваша автономия Сотрудничает с администрацией города, Ну, может, и с другими общественными объединениями, Другими культурными автономиями? Все время работы Димитровградской местной национальной культурной автономии Нашей татарской, Это тесное сотрудничество с Димитровградской городской администрацией. Димитровградская городская администрация, Личная глава города Кашаев, Помогает нам проведение многих мероприятий, Которые проходят в городе Димитровграде. Огромное им за это спасибо. Если не было бы такой взаимодействия, И поддержки, Мы бы не смогли провести столько мероприятий, Которые мы проводим в городе на сегодняшний день. И еще раз хотел бы выразить искреннее спасибо администрации города Димитровграда. Встречаетесь вы с руководителем, Представителем других национальных культурных автономий в нашем городе? Есть ли вот какая-то такая? Да. У нас в городе, при главе города, Создан совет по национальности, Куда входят все руководители национальных культурных автономий. У нас на сегодняшний день в городе Семь национальных культурных автономий, Они все входят в совет при главе города по национальным вопросам. Мы собираемся раз в два месяца, раз в два-три месяца, и какие вопросы у нас возникли за это время, решаем эти вопросы, какие планы, какие мероприятия, все это обсуждаем на этих мероприятиях. Кстати, у нас на последнее заседание Совета национальности, который проводил Алексей Михайлович, был решен вопрос о создании Дома дружбы народов, который, я думаю, в ближайшее время Алексей Михайлович может уже озвучить, где и когда это будет создано, это центр, где будут находиться все национальные культурные автономии. Ну и что хотел бы отметить, что национальная культурная автономия. У нас мы все национальные культуры на автономии, да и весь город у нас такой, живем дружно. Даже интересно, какой бы праздник ни был, Акату, День Чувашки, культуры мордовский, армянский, азербайджанский, татарский, сабантуи, или еще все, вы обратите внимание, руководители, многие общественники из национальной культуры автономии присутствуют обязательно на этих мероприятиях. И вот даже на предстоящем нет татарской культуры языка обязательно будет присутствовать руководитель национальной культурной автономии и обязательно, обязательно они будут поздравлять нас всех. Вот это я считаю. А большой город у нас толерантный, где живут более 30 народов, которые многие сотни лет живут вместе, рука об руку, дружно, и я даже думаю, всегда вместе. И в горе, и в радости всегда мы рядом вместе. Город наш толерантный, мы только можем гордиться. Ведь, наверное, не зря. Город наш награжден орденом дружбы народов. Это не просто так, да. Вот действительно, одно из моментов то, что вот такая дружба есть в нашем городе. И самое главное, что мы ее сохраним. Да, вот это тоже немаловажный фактор, чтобы действительно это веками, которые шло, и сейчас мы должны ее сохранить, эту дружбу, и передать нашему поколению, будущему поколению, чтобы так же жили они дружно, развивали дружбу. Но татарская национальная культурная автономия – это первая автономия в городе, которая была создана 20 лет назад. 20 лет назад, 20 декабря, на конференции, которая проводилась тогда в 1998 году, конференция проходила, и там было принято решение о создании в городе Демитровгаде, Демитровгадской местной татарской национальной культурной автономии. Вот именно в этом году исполняется 20 лет нашей автономии. Мы собираемся ее широко отметить, и поэтому вот этот праздник, который мы начинаем с Дем татарской культуры, это начало серии праздников, которые приведут мы итогово-финально. Мы проведем в декабре месяце, здесь же ДК Восходе проведем юбилейный вечер. У истоков создания Демитровгадской местной национальной культурной автономии стояли такие, я не боюсь сказать без привлечения, великие люди нашего города. Это Реваль Гаяш Идрисов, Роса Мордановна, Ахмедзианова, Шариф Галиев, Геннадий Сахипович, Жумаев Минурмалютана, Мурзахана Гадуха Хабдулович, Хадария Руджи, Галиулин и многие-многие другие люди. Спасибо им огромное. Действительно, в то время, если бы они, взявшись за руку, не смогли бы организовать это дело, наверное, у нас в городе не было бы ни школы, ни столько коллективов, татарских коллективов художественной самодеятельности. У нас же только коллективов художественной самодеятельности на сегодняшний день, 5 художественных самодеятельностей национальных. Есть у нас и детские, есть у нас и взрослые, есть у нас и художественные самодеятельности, даже ветеранов в Чишме даже есть. То есть только у нас коллектив, который работает, приносит людям теплоту, доброту. У нас немного еще времени осталось. Давайте еще раз напомним жителям города и, может быть, гостям нашего города, когда пройдет в Димитровграде день вашей автономии. Уважаемые Димитровградцы, гости города, я вас приглашаю всех 25 февраля в 14.00 это начало ДК «Восход», в 14.00 это начало выставочной работы, а в 15.00 концертная программа Центра культуры Досыга ДК «Восходе». Еще раз напоминаю, в 15.00 у нас начинается официальная часть. Вход свободный, приходите все желающие, ждем вас. Я думаю, те 2-3 часа, которые мы проведем вместе, останутся в незабываемой нашей истории. То есть, получается, концерт сам начинается 25 февраля в 3 часа, а посмотреть выставку в 14.00. То есть, в течение часа выставочные эти будут работать, где мы можем познакомиться. 25 февраля Центр культуры Досыга Досыга. Спасибо вам за участие в нашей программе, за вашу работу. И я благодарю вас за внимание, уважаемые телезрители. Всего доброго и до скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова